Ничего, мужики. Оказывается, есть вещи, которые девушки и женщины умеют делать лучше, чем мы. Девушки, в большинстве своем опытные девушки, гораздо аккуратнее, чем мужики ездят на машинах. А есть и вещи, которые мы никогда не научимся, извините. Так вот, репортаж сегодня для них, для наших любимых. Потому что с детства я не понимал, как у меня бабушка крестиком вяжет и носки мне шурует, штампует. Вот так вот, оказывается, есть и у девушек преимущество перед нами, такими мужланами, которые ничего толком, по сути, это делать не умеют. Ну, кроме, как сидеть перед телевизором. Это я посластил пилюльку. Вот, теперь девушки просто приедут в торговый центр «Тройка». Кстати, рекомендую, здесь хороший такой супермартик. Вот, и есть все, есть все дешево. А сюда можно приехать еще и за пряжей. Ну, вот для этого надо подняться не с того вот входа, где есть лифт, а вот с этого. И вот, смотрите, пряжа на любой вкус. И об вкусе об этом сегодняшнем, таком разноцветном, мы и поговорим. Что? Может ли мужчина быть компетентным в сугубо женских вопросах? Ваша возмущенная реакция мне абсолютно понятна. Только мизерный процент мужиков имеет заточенные подвязания руки. Остальные на протяжении веков сидели с видом потерянной задумчивости, наблюдая чудеса творения. Конечно, обилие дешевого ширпотреба сделало свое дело. Как и несвойственное ранее россиянам желание хапнуть недозволенного много и сейчас. Но российским женщинам, самым красивым, кстати, и ухоженным на земле, в большей степени свойственен индивидуализм. Чего крайне трудно добиться в период глобального царствия раскрученных и помноженных брендов. Мало того, то, что реально стоит недорого, в магнитогорских бутиках имеет абсолютно нереальные цены. И возможность из недорогой пряжи сделать дорогую и только вашу вещь с большой буквы, и об этом тоже надо задуматься. Плюс ко всему, если у вас достаточно развиты навыки и фантазия, вещи индивидуального изготовления могут обеспечить вас стабильным и немалым доходом, прямо на дому. А параллельное приготовление блюд коренным образом может поменять чашу равновесия в семье. Я больше тебя зарабатываю, это действительно так. Я готовлю есть, это очевидно. И я занимаюсь детьми, ну естественно. Так что дуй за хлебом и никакого бухла с друзьями, по причине очень твоей непомерной загрузки на работе. Наших бабушек трудно было назвать бизнес-леди. Но наши бабушки обеспечивали нам теплое проживание, носки, варежки, рукавички. Кто-то даже учился и перчаточки. Искусство потеряно? Нет. Сейчас у нас в школах начинают вязать и тоже так же учат вязать носки, варежки у них по программе. Поэтому у нас покупатели совершенно сейчас молодые. Это второй класс, со второго класса начинают покупать вышивки для трудов и вязание носок, спицы. То есть в принципе это как бы и недорого. На спицы очень дешевые, 20 рублей. И вот покупатель молодой сейчас. Мы помним, что какие цвета были раньше? Зеленый, что еще? Ну беленький, естественно, шерсть какая-то. Ну черненькая. Ну натуральные цвета. Сейчас что можно? Сейчас, по-моему, все расцветки от однотонного до меланжа. Абсолютно разный производитель от Турции до Австралии и Австрии. В России обязательно, у России совершенствуется технология. То есть они сейчас поменяли оборудование на итальянское. И пряжу можно в принципе нашу отечественную не отличить от итальянской. Особенности женской психологии, ну понятно. Если у кого-то такая же одежда, то у меня настроение поменялось. К сожалению, мы сейчас живем в мире, когда к нам приезжают большие крупные фирмы, привозят практически все одно и то же. Что можно из пряжи сделать? Ой, абсолютно все. Даже из остатков можно получить и оригинальные, и красивые вещи. То есть из тех же самых лоскуточков, которые там маленькие клубочки, из них можно получить вот разноцветные цветочки. То есть серединку можно одного цвета сделать, а уже из цветочков салфетку, различные маечки, жилеточки. То есть ну все, что угодно. И можно самой придумать, не обязательно пользоваться журналом, немножко фантазию, несколько цветов пряжи, и получится оригинальная, индивидуальная, единственная модель. Наши девушки и женщины, наши матери и бабушки сейчас привыкли наконец-таки проводить время и не в наших странах. Но вот сидят они как-то в самолете и делать нечего, и маются, и страдают. Что лучше всего скрашивает вот это время? Ну для меня лично в дороге обязательно вязание, крючок, моточек, ниток. Естественно, раз мы говорим о вещах, которые можно сделать своими руками, это наверняка самый лучший подарок, потому что человек тратит часть своей жизни, делает это своими руками. Ну вот я лично, конечно же, своей сестре обязательно на любой праздник, или кофточка, или шапочка, детям, близким. То есть это обязательно. Во-первых, такой подарок уже нигде не увидишь. То есть это уже индивидуальная, одна-единственная вещь. А сколько будет связать, допустим, варежки, носочки по времени и в деньгах сколько? Ну вот носочки у нас пряжа есть, например, 35 рублей моточек. Если это будет ребенку носочки, то в принципе за два дня носочки будут готовы. И цена будет 35 рублей. Мы отвернулись от пряжи, наверное, после того, как в Россию начали завозить синтетические вещи. И в результате мы же никогда... нам были приятны махеровые шарфы. Потом вот стало все как-то немножко раздражать. Сейчас есть ли материалы, которые гипераллергенные, где-то в городе Магнитогорске нет ни одного человека, у которого не было проблем со здоровьем. Есть ли пряжа, которая основана на хлопчатобумажной основе? Вот эти материалы, которые не вызывают никаких дискомфортных реакций от организма. Ну хлопка мы очень много завозим для лета, для летних моделей. У нас есть детская пряжа, которая специально гипоаллергенная. То есть мы сотрудничаем с фирмой Австралия. Они специально выпускают такую пряжу, которая гипоаллергенная уже для ребенка. То есть стараемся завести побольше таких ниток, состав которой уже проверен на аллергиках. И для таких людей это будет самый лучший вариант. То есть если купишь в магазине вещь, очень часто состав, который написан на этикетке, не совпадает с тем, из чего она состоит. То есть этикетки, как мы знаем, частенько пришиваются отдельно от вещи. То есть не обязательно состав должен совпадать. А у нас пряжа уже прошла гипоаллергенную проверку. То есть есть такие пряжи специальные для людей, которые этим страдают. Насколько просто сюда добраться? Вообще без проблем. Главное не попасть в 5-6 часовую пробку. Но торговый центр «Тройка» работает до 10 часов вечера. Так что пожалуйста вечером, насмотревшись наш замечательный сюжет, с любого места города сюда добраться не проблема. Куда зайти? Это северный вход. И прямо справа. Пряжа на все случаи жизни. Когда вы путешествуете, когда вы отдыхаете, когда вам просто делать нечего. Ну и когда вы на работе, иногда коротаете время. Только лучше делать что-то дельное, а не болтать языком. Потому что если человек слишком много болтает, как я, например, это не всегда показатель того, что он очень умный. Продолжение следует... Продолжение следует...